Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. На этом канале мы разговариваем о комнатных цветах и обо всем том, что так или иначе их касается. Все вы, наверное, не раз слышали фразу «растут как на дрожжах». Так вот, именно на эту тему мы сегодня и поговорим. Дрожжи – незаменимый ингредиент в хлебопечении и кулинарии, в пиловареной промышленности, при изготовлении спирта и кваса. Их включают в состав лекарств и различных биодобавок. И все уже привыкли к тому, что эти грибы используются в пищевой промышленности и фармакологии, ставят на них домашнее вино. Однако, в последнее время для них придумывают все новые сферы применения, порой очень неожиданные. Так, их стали применять для наложения масок на лицо или волосы. А в последнее время дрожжевые растворы используют в качестве подкормки для комнатных цветов и различных садовых и огородных культур. Насколько это полезно и есть ли толк от использования именно этого продукта в качестве удобрений? Давайте мы с вами попробуем разобраться. Как же влияет подкормка дрожжами на комнатные растения и можно ли поливать ими домашние цветы? Для комнатных растений, как оказалось, такой вид подкормок весьма полезен. Он хорошо стимулирует их рост, а также является источником хороших бактерий, необходимых в почве. Он стимулирует рост корневой системы в несколько раз. А чем быстрее и мощнее вырастают корешки, тем лучше будет развиваться надземная часть растений. Благодаря внесению такой подкормки растения делаются сильнее и выносливее. Если комнатные растения размножаются через рассаду, то ее следует также подкармливать дрожжевым раствором. В этом случае сенцы будут более приземистыми и легче перенесут пересадку. Дрожжевое удобрение можно использовать и в качестве внекорневых подкормок. Это также приводит к прекрасным результатам. Как оказалось, такая подкормка полезна и необходима не только комнатным растениям, но и садовым цветам и овощным растениям. Но об этом, наверное, стоит рассказать в отдельном видео. Приготовить дрожжевое удобрение, чтобы подкормить комнатные цветы, очень легко и просто. Причем существует несколько различных рецептов его приготовления. Все зависит от того, какой продукт есть под рукой. Сухой концентрат или так называемые сырые дрожжи. Эта подкормка стоит дешево. Ее всегда можно приобрести в ближайшем магазине. А чтобы приготовить хорошее удобрение для домашних питомцев, хватит и нескольких минут. Причем справиться с этим может и начинающий любитель комнатных растений. Поэтому этот вид удобрения и стал так популярен среди цветоводов в последнее время. Чтобы приготовить смесь из сухого концентрата, достаточно развести 1 столовую ложку его в ведре воды и подкормка готова. Чтобы усилить эффект дрожжевого раствора, опытные цветоводы рекомендуют добавить к нему 45 грамм сахара, который послужит катализатором. Также рекомендуется добавлять к такому удобрению и хмель. Он ускоряет процесс брожения, поэтому азота выделяется еще больше. Но можно его и не добавлять, а просто дать раствору сухим концентратом постоять 120-180 минут, чтобы смесь настоялась. Но эту подкормку перед поливом комнатных растений следует еще разбавить, так как она очень концентрирована и может обжечь их нежные корешки. Обычно раствор сухого концентрата разбавляют с чистой водой комнатной температуры в отношении 1 к 5 и поливают растения. Существует и другой рецепт приготовления на основе сухого концентрата. Следует взять 300 грамм сахара, 2 грамма аскорбинки, перемешать и добавить 10 грамм сухих дрожжей. Полученную смесь растворить в ведре воды и поставить в теплое место, чтобы раствор настоялся. Через пару часов жидкое лакомство для комнатных любимцев готово. Если под рукой есть только сырые дрожжи, то не стоит расстраиваться. Из них также получается прекрасное кушание для домашних цветов. Способ приготовления такой подкормки очень прост. На ведро воды потребуется 100 грамм сырых дрожжей. В теплой воде следует растворить их полностью и поставить в теплое место, настаиваться на 24 часа. Опытные цветоводы утверждают, что именно такое удобрение лучше всего для комнатных многолетников. Как правильно подкормить цветок таким раствором? Любые удобрения хороши в меру, так как для культурных однолетников и многолетников избыток их также вреден, как и нехватка. Поэтому при приготовлении дрожжевого раствора и поливе цветов следует соблюдать точную концентрацию раствора и дозировку для каждого цветка. Излишек азота в почве может привести к тому, что растение будет наращивать только вегетативную массу, а бутонов будет появляться меньше. Следует помнить, что азот в почве нужен растениям только в период активного роста, надземной части, то есть весной. После начала интенсивного цветения подкормки дрожжами рекомендуется прекратить. Подкормка домашних цветов дрожжевым раствором очень полезна, так как это натуральный биологический продукт. Эффективность данного удобрения в том, что грибки, содержащиеся в дрожжах, используют те ресурсы цветков, которые не способны активировать другие органические и минеральные добавки. В результате цветы лучше идут в рост, активнее происходит и цветение. И результат от применения дрожжевого раствора виден уже через 4-5 дней после применения. Кстати, хочу обратить Ваше внимание, что дрожжи это не единственный метод натурального удобрения комнатных растений. Существуют и другие, не менее эффективные и полезные. И о них Вы можете посмотреть в других видео на нашем канале более подробно. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Или же Вы можете просто зайти в раздел плейлисты на нашем канале и выбрать рубрику удобрения для комнатных растений. Ну а если у Вас остались вопросы или быть может Вы хотите поделиться с нами своим личным опытом, то пишите все это в комментариях. А с Вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если Вы еще не успели или забыли подписаться, то подписывайтесь и Вы всегда будете знать все секреты и нюансы ухода за комнатными растениями. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока. До следующих встреч!